Другим темам. Каждая копейка на счету и на виду. Родители смогут контролировать, на что тратят деньги в школе при проведении капремонта. Закупку будут вести через систему ИТИС. Подробности этой арифметики у Ксении Жарковой. Вышли новые СНИПы. По новым СНИПам у нас сертификат не соответствует уже СНИПам. Получается, эти материалы считаются быстро возгораемыми. Здание этой школы построено еще в довоенные годы. Капитальный ремонт, да и то частично, провели в 96-м. Сейчас крыша постоянно протекает, разрушается фасад. Каждое лето своими силами делают косметический ремонт. Но хватает этого на несколько месяцев. Мы залатали. Через несколько месяцев уже начинает течь. Осенью течет, весной течет. И уже снова надо делать ремонт. Поэтому надо с глобальных проблем начинать. С кровельного покрытия. Школа попала в программу капитального ремонта. На реконструкцию выделили 13 миллионов рублей. Как их потратить, сможет узнать каждый родитель с помощью электронной торговой площадки. Номер сделки, вот сумма, вот цена. По 95 копеек. Принцип контроля за расходом денег такой же, как при капремонте домов. На сайте ИТИС можно проследить, когда начались работы, на что потратили средства, а также сравнить соотношение цены и качества. Появляется возможность посмотреть, а главное сообщить, что, мол, почему к нам в школу завезли унитазы по 500 рублей, когда они в каждом магазине по 400. То вот эта возможность, с другой стороны, лихоимцев оберегает от лихоимства. Такой подход к закупкам экономит до 16% на стоимости материала. Всего же на ремонт в этом году Татарстан выделит 2 миллиарда рублей. Ксения Жаркова, Адельмин Дубаев, Вести, Татарстан.